Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой». И у нас сегодня, как обычно, воскресный вечер в гостях, протерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спешу всех поздравить с замечательным славным днем памяти всех новых мучеников и исповедников российских. Это воистовый день нашей русской славы, потому что ни один народ не прославил так Христа Бога нашего, как нас, отдав свою жизнь за Него. Поэтому мы, как наследники и потомки этого славного семени Церкви Христовой, можем взирать на них и продолжать их святое дело. Ваш прадед тоже в лике новомучеников прославлен, так что вы действительно из такого рода. Ну, в общем, да, но вообще не только прадед, его двоюродный брат прославлен как святой. И вообще там у нас очень много родственников пострадавших за Христа, людей церковных, в основном священников, всего около 20 человек. И вообще-то практически каждая русская семья, она имеет таких страдальцев. Одни сгинули в лагерях, кого расстреляли, а кто погиб во время Второй мировой войны. То есть, в общем, вот эти страдания, которые наш народ пережил за 20 век, конечно, они столь значительны, что практически каждая семья имеет к этому причастность. И поэтому я хотел бы всех призвать обязательно это расследовать, чтобы в каждом доме, в каждой семье, ну, велась такая родословная. И где что можно, обязательно узнать. Где, что, как, как жил, когда арестован, запросить дело, по возможности узнать сведения, фотографии, может быть, следственные или лагерные даже попадаются. Это очень важно. Обязательно это все нужно фиксировать, все изучать, устанавливать родственников, собирать такой семейный архив, обязательно публиковать в интернете. Это очень важно. Это наша история. Потому что у нас, ну, официально было разрешено, но и то только с определенного времени, только с 20-летия Победы начали вспоминать вообще наших воинов, ветеранов, наших страдальцев. И это было разрешено сначала по чуть-чуть, потом все больше и больше. Потом уже даже Хрущев и цифры опубликовал, сколько было погибших людей в борьбе с фашизмом. Или, как теперь говорят лучше, правильнее говорить, с нацизмом. Ну, это, в общем, не так важно. Дело не в терминах. А у нас же есть и еще более славная страница. Это наши мученики и наши исповедники. Некоторые дожили до сегодняшнего времени. И за 90 сейчас. Но все-таки такие люди живы. И можно их и опросить. И вот пока не поздно. И вот эти их рассказы тоже обязательно сохранить в интернет-пространстве. Это чрезвычайно важно. И мы сами, кто помоложе, и наши дети обязательно будут изучать это, писать историю. Сейчас много разговоров об учебниках, истории идет. Одни говорят, что... Ну, сейчас президент сказал, что нужен единый учебник истории. Другие умные люди говорят, нужно 1652 учебника, чтобы у каждой школы было по 800, чтобы вообще голова треснула. Они считают, что от этого как-то лучше детям. Детям не надо говорить, вот это черное, это белое. Надо обязательно говорить, это белое, это серое, это темно-серое, это светло-серое. Чтобы полностью у них запуталась голова. Но это может для того, чтобы они полностью потерялись в отечественной истории. Может, это зависит от задачи, которая ставится перед обучением. Но здравый смысл подсказывает, что должна быть концепция истории, выверенная, не фальшивая. Конечно, как любая концепция, она страдает. Но если и цель, вообще предмет в школе, это заинтересовать самим предметом. А дальше уже люди сами выберут себе, чем они будут заниматься. Средними веками, древним Египтом, отечественной истории 17 века и так далее. Выберут себе тему, будут монографии писать, изучать и так далее. И вот наше время, конечно, 20 век, он, конечно, еще исследован недостаточно. И война, и история наших лагерей. Вот первая такая попытка, историческое исследование было создано Александром Исаевичем Солженицыным, который также опирался на свидетельства участников, очевидцев, страдальцев вот этого процесса. Ну и сама русская литература, которая описывает этот период, тоже, конечно, является свидетельством. Поэтому я вот в этот святой день просто всех призываю. Потому что так же, как говорили некогда про наших воинов, никто не забыт, ничто не забыто, хотя это, ну, к сожалению, все лишь лозунг. Но и мы, люди крещеные, должны сохранить в памяти церковь и церковь имя каждого нашего страдальца за Христа. Потому что это то драгоценное семя, которое проросло, и сейчас мы вот живем в такую эпоху расцвета нашей церковной жизни за их святые молитвы. Они должны нами быть знаемы, и они должны быть нам очень дороги, и мы на их примере должны воспитывать в бесстрашии наших детей. Батюшка, ну вот что явилось причиной таких страданий? Почему Господь попустил страдания целого народа? Очень просто. Во-первых, за отречение от Бога. Именно народное отречение. Именно народное. Но все-таки в своем большинстве крестьяне-то были люди верующие. Это уж интеллигенция в городе. Дело в том, что вот в чем дело. Анна и Киафа были глубоко верующими людьми. Но вера вере рознь. Вот как верующий человек может поддаться призыву, допустим, грабь награбленная. То есть некто ограбил, то есть тот ограбил, тот грабитель. Но если ты грабишь награбленное, тогда ты тоже грабитель. И так далее. Это, в общем, миллионы людей. Хотя было и белое сопротивление, и все. Были и заградотряды, там Троцкий их ввел. Все это было. Была перевербовка. Ну вот захватывают в плен из белой армии. Красный околыш им на папаху привешивают. И вот он уже красный. Туда-сюда. Все это было. Но в целом красная армия все-таки пересилила. А сколько было офицеров, которые пошли служить большевикам. Ну их же всех расстреляли. Оставили там несколько человек буквально. Вот они что, они себе наслужили. 9 граммов сердца. Вот. Так что... И недальновидность. А потом нарушение присяги поголовную. Всеми начальниками фронтов, начальниками генерального штаба. И это когда? Во время войны затеяли какую-то вот эту революцию. Наивная глупость и измена. Как наш святейший император написал, что кругом измена, трусость и обман. Ну так оно и было. Все предали. Все оказались неверны присяги. Опять же, так сказать, за исключением единиц. Были верные, которые готовы были жизнь положить. И за императора, за его семью. Предали вплоть до дядьки, которой... Его роль была ухаживать за больным царевичем Алексеем. Он просто реально этот человек, не помню, как его звали, фамилия Деревянка. Как он издевался, когда все переменилось. А как думцы себя вели по отношению к императору. Сразу арестовали, обвинили, бог знает в чем. Искали хоть один аргумент, что он там изменил родине. Ну и так далее, и так далее. И при огромном количестве вооруженных людей в стране не могли у кучки большевиков отбить это святое семейство. А как вело себя духовенство? Когда случилась революция, ведь разве духовенство уря не кричало? Разве не верили в эти преобразования? Разве не слушали вот этих агитаторов, которые в народ шли? А террор, который по всей стране организовали? Сколько городовых, ну, по-нашему, простых полицейских, просто отправили на тот свет за то, что он стоит на площади и за порядком следит в городе, и их убивали. А кто террористов оправдывал? Там Веру Засулич, присяжные заседатели. Террористку, которую убила градоначальника, ее оправдали. Так что народ был очень виноват. Вот когда разрешили прям указом, что можно и великим постом в армии не причащаться, сразу количество причастников упало до 40%. То есть половина из тех, кто раньше причащались, когда это стало не нужно, то перестали. Это же сознательное отречение от Христа. Ну и потом. Ну, было много инородцев среди профессиональных революционеров и среди членов правительства. Но основная масса исполнителей – это были такие же русские мужики, солдаты, бывшие крестьяне, матросы. Поэтому это же они, когда мы видим киносъемки, когда взрывают храмы, сбрасывают колокола. Обыкновенные русские люди. Вот они идут, несут иконы. Такой же русский человек, как сейчас на Сахалине, там стрелял в иконы и в духовенство, и в тех, кто находился в это время в храме, слава богу, убил двоих, но шесть человек ранил. Еще неизвестно, как они будут себя чувствовать. Пьяный зашел. Ну и тогда понятно, что по пьяной лавочке это все делалось. И причем, вот мне один раб Божий рассказывал, он уже давно умер. Он стоял на площади перед Иверскими воротами, где у нас сейчас часовня с иконой. И в это время ломали Иверскую часовню. И два англичанина стояли. Не знаю, что они там делали, но говорили по-английски. А он знал не только английский. И он мне говорит, что англичане говорят, в Лондоне это было бы невозможно. Ломают часовню, святыню, ну, всероссийского масштаба Иверская икона. И никто вообще и глазом не моргнет. Это же национальная святыня. И причем тогда еще репрессий не было. Ну, в таком масштабе. Вообще-то не так были известны, потому что, ну, о репрессиях же не писали, так сказать, широко. Поэтому народ еще не был так напуган, как уже, ну, после 30-х годов. Это, в общем, все в анабиозе в таком были страшны. Пожалуйста, ломай. Никто не защищает. Полное такое равнодушие. И поэтому за что боролись, за то и на то и напоролись. Вот Господь попустил именно для вразумления. Может быть, поэтому, вот если там сейчас на Украине Майдан, и там используются люди, в основном, которые, потомки тех, кого присоединили к СССР в 40-м году. И их отцы и деды участвовали в партизанском движении против армии красной и так далее. Вот. А опять, весь народ молчит. Вот полицейские стоят, в них кидают булыжниками. Американцы ходят по толпе и говорят, не смейте отвечать. Те слушаются американцев. Значит, бессмысленно. Сколько бы ты не выражал свою лояльность американцам, ты будешь им что, другом когда? Вот сейчас в Боснии то же самое творится. Ну, все, что хотели американцы, все сделали. А они опять делают революцию. И опять те же самые слова. Что на Майдане, что в Боснии и Герцеговине. Ну, один в один. То есть эти пусть жгут вас, кидают булыжники, стреляют, а вы стойте смирно. Не смейте. Наголовку ловите бульники, сбрасывайте и стойте дальше. То есть ни в коем случае. Если бы это было в Париже, сейчас бы уже и водометы, и все, что хочешь. А если бы в Америке, просто пулеметы бы были. И никто вообще... Израиль, когда ему надо, он в другие государства посылает самолеты с ракетами. И там все уничтожают. И мирных, и немирных, и автомобилей. И вообще никто на что не смотрит. И никто даже не дерзает сказать, ну, что-то вы как-то это там, поосторожней там. Когда вот американцы бомбили Сербию. Ну, хоть что, кто-нибудь возмутился? Нет. При таком обилии народа, ну, как собрались, и можно же порядок. Нет. Сами себя предают. Сами загоняют себя в рабство. Поэтому вот каждый человек, он должен знать свою историю и посмотреть. Вот сейчас тоже революция с таким голосом. Ну, ты познакомься со своей отечественной историей. Кто революцию создает и к чему она тебя приведет? Тебя лично. Потому что все вот эти люди, которые были одержимы духом революции, они пострадали все. А саму главную революционеру вообще голову проломили ледорубом. И лысому тоже бы обязательно, если бы лысый череп продолбили. Просто, ну, от сифилиса раньше времени умер еще не старым человек. А так бы ему бы проломили. Что Сталин бы долго ждал бы, пока он там что-то в горках там себе что-нибудь напишет. Он уже написал, что Сталин слишком груб, он как бы не годится. Я могу поверить, что Иосиф Виссарионович, насколько мы его немножко знаем, чтобы он ему это простил. Да он никогда никому ничего не прощал. Он только и ждал, когда... Повода. Ну да, как-то вот. Ну, конечно, нужно ареномэ соблюсти, все это устроить. Он в этом смысле человек был, ну, просто как будто всю жизнь при Мадридском дворе провел. Ну да, ладно, кое-кто с ними. Есть у нас вопрос, батюшка. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Смелее. Скажите, пожалуйста, это вас с тобой передать в еде? У меня такой вопрос. Вот батюшки приветствуют друг друга, священники, с такими словами. Христос поседина и есть и будет. Это приедать его только священство, или мы, веряки простые, тоже можем приветствовать друг друга таким словами. А почему нет? На здоровье. Если что, скажите, что я разрешил. Хорошо. И потом, вы запомните, что мы вообще свободные люди. Понимаете? И эту свободу нам даровал Христос. Конечно, мы так приветствуем друг друга, это на литургии. Это литургический такой диалог. Но никто нам не мешает. Вот, например, святый праведный Иоанн Кронштадтский, он в литургии вносил и свои слова. Он, например, вот после этих слов, замечательно, Христос посреди нас и есть и будет, он еще говорил так. «Живый и действуяй». Сам вот, от избытка своего сердца. Ну и что, ему в вино, что ли, поставят? Он сказал то, что принято, а потом еще от себя и от души добавил. Добавил, и ничего тут такого нет, никакого нарушения тут нет. Вы с подружкой встретились, в которой вместе в храм ходят, обнялись, Христос посреди нас и есть и будет. Ну и замечательно. Я бы с удовольствием рядом с вами бы оказался и порадовался за вас. Как вы любите друг друга по-христиански. Просто это слова из служебника, а многие считают, что из служебника мирянам брать ничего нельзя. Ну, больных очень много существует. Если брать ничего нельзя, тогда почему семинаристам дают служебник, когда они готовятся учиться стать священником? А почему мирянин не может по служебнику следить за молитвами, которые читают? Раньше они вообще вслух всего народа читались. И сейчас и святейший патриарх, и многие иерархи вообще вслух, даже в микрофон читают. Что весь храм слышал эти потрясающие по своей глубине и богословию молитвы. Василия Великого и Иоанна Златоуства. Чушь тут такого-то. Это же молитва, а некоторых написано тайна. Но тайна имеется не то, что скрыта, чтобы никто не знал, а таинственная. Потому что по-гречески там слово «мистикос». Это значит «таинственная», а не то, чтобы никто не слышал. Отец Дмитрий, где та черта для православного человека, за которой можно взяться за оружие, защищая свою семью, веру, Отечество, Церковь? Да вот когда защищая, никакой грани нет. Если с оружием, тут же достаем мы из подвала пулемет станковый и в окно его. Вот какая тут грань. И начнется гражданская война. А она что, не идет? Только она идет сейчас на другом фронте. Она идет на уровне умственном. Пользуясь равнодушием людей, их непросвещенностью, им промывают мозги. Через специальные издания, через социальные сети и так далее, и так далее. Специальные такие казачки, специальные хомячки. Многим из которых платят деньги. Вот начинаешь какого-то хомячка отслеживать. Смотришь, оказывается, он живет где-то там в Казахстане. Казалось бы, какое ему дело, что происходит там в Москве, в Киеве? А просто там дешевле его нанять, чем нанять киевлянина. А если речь идет о Москве, москвич запросит дороже, потому что у нас в Москве это один из самых дорогих городов мира. Поэтому находят человека, которому как бы все равно, чем деньги зарабатывать. Но обязательно. Ведь хомячков-то много не надо. Надо несколько тысяч человек. И они будут по команде прям вот день в день, минуту в минуту поливать грязью, кого надо, и восхвалять того, кого скажут. Вот давай, ты восхваляй этого. А это поливай. И получается, вот все говорят. То есть раньше это нужно было как? Чтобы несколько газет, 5-7, написали одну и ту же статью. Ну, кого поливать, а кого восхвалять. Но это все-таки труд, корреспонденты, газета. Потом их нужно разносить. А сейчас в Твиттере раз-раз-раз-раз, и все дело пошло. А эти по команде подхватывают и начинают сразу распространяться. Получается, о, все говорят. Интернет взорвался там. Да, интернет взорвался, господи, спичку поднес к пороховой бочке. Вот она взорвалась. А порох-то подвозят все время зелененький такой, брикетики такие. Если порох кончился, то уже напечатали еще. Просто сдаешь бумагу, а в ответ тебе. А потом инфляции тоже им хорошо. Ну, и так далее. Вот она и революции не надо. Она делается уже, ну, вот как в Северной Африке, в Сирии, там, на Ближнем Востоке. Она делается не руками. Это вот тогда нужно сделать революцию. Находят Ленина, находят Троцкого, находят Мартова. Их засылают, дают им деньги. Они везут, там, здесь уже не были, там, 20 лет. Находят людей, там, Шляпникова, так сказать, и как-то вот начинают это будоражить. А сейчас это не надо. Находят внутри страны. Деньжик дал, а у нас в Чечне вообще они даже и фальшивые давали. Просто они даже эти идеи, о, дает тут, о, рад, долларов много получил, так сказать. А на самом деле не фальшивые, и до того доходил. Вот тебе и сразу боевики какие-то вдруг появляются. Особенно в тех регионах, где безработица. Вот в Боснии, там, 30% безработных мужиков. А что им делать-то? Так же, как и в Западной Украине. Кто смог уехать, там, в Италию, там, в Польшу, еще куда-то. В Португалии много, Западной Украины, ребят. Вот. А тут предлагают работу. Там, 50 долларов в день, и все. И только надо орать, стучать по счету, каску надеть. И жги, выполняй. Тем более, все это не любишь такое, все. Это русское, все это неприятное. А тут поддержка. Одних посылают на Майдан, а других на несколько букв, так сказать. Вот. Это Нуланд. Совершенно откровенно. Просто настолько уже ребята откровенные. Все все понимают. Ну, как заказные матчи. Или там, два боксера соберут, давай, ты выиграешь, а я проиграю. Деньги пополам. Борис, есть вопросы у нас. Алло, здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас, пожалуйста. Отец Дмитрий, здравствуйте. Вот 5 февраля 2006 года, в воскресенье, в день празднования собора новомучников и исповедников российских, умер отец Иоанн Крестенкин, архимандрит. Я прошу, чтобы вы вспомнили батюшку большой силы о нем. Труды хорошие очень оставил, ценные. И я прошу, чтобы вы просто вспомнили о нем. Большое для себя место. А вы знаете, я от отца Иоанна никогда не забывал. И в этот день мы молились о нем. Как его забыть? Это даже невозможно. Я к нему ездил каждый год. И, конечно, человек, который в моей жизни оставил неизгладимый след. Настоящий святой угодник Божий. И я абсолютно верю, что придет время, и его тоже прославят. Но это, собственно, тоже необязательно, потому что все люди церковные, все знают, что он святой. Тут никаких вопросов нет. Я могу привести дивные свидетельства его прозорливости, абсолютное такое. И, тем не менее, он всегда так прикровенно все рассуждал, никогда себя никак не афишировал. То есть, ну, вот человек, я вот, глядя на отца Иоанна, вспоминая его, вижу, что этот человек был с точки зрения христианской совершенный. Вот о таких людях, о совершенных, читаешь только в очень древних потеряках. Вот человек нравственно безукоризненный и совершенный. В нем не было вот, ну, ничего такого, что могло вызвать какое-то, вот, ну, я не знаю, смущение, что ли. Просто одна сплошная христианская красота. Поэтому Господь и дал ему такую долгую жизнь, чтобы, глядя на него, мы все облагораживались. Поэтому, конечно, хорошо, что вы не забываете. Но я бы даже, если бы захотел, я бы отца Иоанна никогда не забыл. Но все, что связано с ним, для меня это очень глубоко в сердце проникло. В одном из споров мне ответили, что религии – это плод больного воображения. Подскажите, как мне ответить моим оппонентам? А зачем? Это грешно, отвечать таким оппонентам. Это все, что с академиком Евгением Гинсбургом боятся, бодаться. Все равно, что слепому от рождения рассказывают, как белый свет раскладывается на семь цветов радуги. Это совершенно невозможно. То есть это бесполезная трата времени и сил? Это вредная. Если просто бесполезная, ну это ладно, а это вредно. Потому что ты тратишь энергию души, ты святыню даешь псам. Это же, ну как, написано же. Сам Христос это запретил. Не давайте святыне псам. Есть вопросы у нас. И не потому, что собаки, они какие-то плохие. Ну просто собачка же ничего не понимает в святыне. Так что и зачем же это? Совсем не нужно никаких споров с этими людьми вести. И рече безумец в сердце своем. Нет Бога. Так что, ну что ж. Ну вот приходит к тебе наиспый человек совершенно сумасшедший, находящийся в бреду. Ну и ты будешь ему что-то говорить, а он тебе будет свое. Ну может час потратить, два, три. И я уже как-то рассказывал, однажды я решил потратить время, сколько будет надо. Потратил восемь часов. И ничего, мы на той же точке были. И я уже, так сказать, ну как бы прекратил. Понял, что это совершенно бесполезно. Я когда еще был студентом, был в столовой, в лавре, в семинаре, ко мне подсел отец Александр Мень. Вот. Мы так с ним познакомились уже лично. Вот. И вот среди прочего, что он как-то как старший человек, и уже такой известный очень священник, он мне говорил, вот, я уж не помню, как он меня назвал, ну, допустим, Дмитрий, он говорит, больше всего бойся невротиков. Я думаю, что это значит? А в пастырской практике столкнулся, что очень много людей вот, ну вот с таким, с такой психикой разрушены. Ну разные диагнозы мы сейчас не будем их называть. Вот. Они, с ними как бы бесполезны. У них сплошные идеи фикс. То есть они способны только разрушать. И если с ними вступить в спор, то они тебя тоже разрушат. Да, они, ну как бы вот, сейчас очень мне нравится выражение возникло, выедают мозг. Или выносят. Да, но когда уже доел, наверное, остатки выносят. Вот это вот лучше не скажешь. Совершенно. Ну, если ты хочешь оказаться с пустым черепом, так сказать, и как обезьяна приходить к своему пустому черепу, есть такой очень известный роман, в прошлом веке был написан. Вот. Так сказать, вот тогда, пожалуйста. Нужно все-таки, чтобы это было как-то взаимная польза, какая-то беседа, какой-то обмен. Есть вопрос у нас, батюшка. Слушаем вас. Алло. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Очень рады вас видеть, слышать. Скажите, пожалуйста, вот такой праздный, обыденный вопрос. Была, по случаю, в Питере, в храме Николая Чудотворца, и так умирялась, что во время, после службы, сама панихида была сначала от усопших в одном, так сказать, с одной стороны, потом с другой стороны храма была молебен от трави. А вот я сама из Туры, возвращавшись туда, обратила внимание, что у нас в храме почему-то эти два бийства, таинства, или как они называются, я прошу прощения, служатся одновременно. Вместо того, чтобы полностью уйти с душой, в молитву... Я все понял. А ваш вопрос ко мне какой? Это нормально, когда две такие службы, панихида и молебен от трави, когда они служатся одновременно? Ну, я не знаю, в нашем храме тоже по очереди. А когда нужно одновременно, вот я сегодня венчал, я эту пару поднял в верхний храм, и мы не мешали. Нет, можно, знаете, взять и как бы продать квартиру в Туле, переехать в Санкт-Петербург. Или где-то в храм... Или, может, в Туле найти храм, где такого не бывает. И какие вопросы? А тогда в что? Это нормально? Ну, понимаете, какое дело? У нас в стране на душу населения выпивается 18 литров спирта в год. Это нормально? Ну, это немножко другая категория. Нет, вы мне ответьте, это нормально? Конечно, нет. А я вам говорю, что это нормально. То есть для России это вот сейчас такая норма. Понимаете? Это норма самоубийственная. Поэтому понятие нормы, оно разное. Что назвать нормальным? Ну, хотелось. Вот я вчера у одного сироты, у которого нет ни мамы, ни папы, спросил, ну, как живешь-то? Нормально, говорит. Нормально, чтобы у мальчика не было ни папы, ни мамы. А он говорит, нормально. То есть это все зависит от оценки человека. Вам это ненормально. А священникам, которые служат, это нормально. А я здесь чем могу помочь-то? Я могу предложить вам только две вещи. Либо переехать в Питер, либо к нам в храм, это поближе. С Тула чуть-чуть на север. Следующая большая станция Москва. Милости просим, ждем вас. У нас все идет подряд. Никогда одновременно. Павелик, ну я могу немножко просто продолжить. Да. К нам в храм пришла бумага из патриархии, которая запрещает проведение молебнов по панихид, крестин и отпевания одновременно. Все должно быть последовательно. Но это в Москве. Вот. А Тула-то это другая епархия. Это уже надо кладыке Алексею. В патриархии она все-таки над всей, наверное, церковью. Я точно не могу сказать. Может быть, как-то именно из московского. Это относится к московскому до поездки. Надо смотреть на гриф. Если подписано митрополитом в арсенофии, это относится ко всей церкви. А если подписано нашим викарием, то это только к Москве. Внутренний голос в человеке от Бога или от дьявола? Чаще всего от дьявола. Но бывает и от Бога. Через ангела-хранителя. А как его различить? От кого он? По плодам. То есть к чему человека склоняет этот голос? Да. Вот тот внутренний голос, которым руководствовался тот паренек, который застрелил учителя географии, этот внутренний голос явно не от Бога был. Дед Дмитрий, меня зовут Филипп, мне 11 лет. Как мне избавиться от трусости? Я боюсь темноты. Мне стыдно об этом говорить, но я боюсь дать сдачи, если меня обижают. Занимаюсь спортивной гимнастикой уже 7 лет и физически крепок и развит. С этого года пошел на бокс, но все равно не могу побороть свой страх. Подскажите, как мне быть? Мой папа смелый и очень хороший человек. Хочу быть таким, как он, но не получается. Обязательно получится. Обязательно. А бокс, вот я как в прошлом занимавшийся человек, он как раз вот дает такую возможность меня однажды побили 8 человек. Я после этого пошел в бокс. И теперь, собственно, очень себя спокойно чувствую. И на улице, и, так сказать, и это все пройдет обязательно, потому что дает очень большие преимущества и уверенность в себе, и понимание, ну и скорость тоже. Здесь пареньку надо немножко потренироваться. Ну, нужно... Дальше же придется участвовать в соревнованиях, внос получать, и увидеть, что это, в общем, ничего страшного. Такое. Поэтому это все постепенно. 11 лет – это еще не срок. Так к 18-ти все будет нормально. То есть осталось 7 лет. Есть вопрос у нас. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте. Батюшка Дмитрий, батюшка Александр. Скажите, пожалуйста, а вот на ту субботу будет следование Господня, а сложная седмица, как вот причащаться, если на той заказе? Или не бросался явление Дворцкого? А кто нам мешает попаститься на сплошной седмице-то, я не пойму. Где это написано, чтобы на сплошной седмице нам не поститься, если мы хотим причаститься-то? Что для нас объединение или святые тайны важнее? Вот и все. Этот вопрос вы вполне можете сами для себя решить. Господи помилуй. Не отощаем. Ну уж я-то во всяком случае. Некоторые считают, что раз разрешено, то нельзя нарушать. Нет, мы ничего не нарушаем. В некоторых монастырях рыбу едят только на Пасху. Мясо вообще, понятное дело, никогда не бывает. А вот рыбу только на Пасху. Вот такой струю ставь. А и чего? Кто там запретит, что ли? Прошу вас объяснить, сколько раз в году можно праздновать именины? Один раз или столько, сколько поминается святых мой святой? Или каждый раз, когда поминаются все святые с моим именем? От разных священников слышал разные ответы. Не могу разобраться. Ну вот тут еще два священника. Вот я, например, пять раз праздновал. Но тут все дело в том, как праздновать. Если каждый раз напиваться до положения рис, то лучше вообще не праздновать никогда. А если в этот день мы идем на божественную литургию и притчаемся святых христовых тайн, а после этого еще какие-то в память своего святого делаем что доброе нашим ближним, то это вообще красота. Можно каждый день праздновать. Да, конечно. Каждый день. Раньше поминал о всех, кто записан в моем помяннике. Всего около 400 имен. Но как-то мне сказали, что это слишком много, что мы слабы духовно. Спросил у батюшки, и он сказал, не мудри, молись за себя, своих детей, мужей и родителей. Я не сомневаюсь в словах батюшки, так и молюсь, как он посоветовал. Но все же, за кого я могу молиться, за кого нет, и почему нельзя за всех подряд? Можно. Таких запрещений нет. А с чем тогда связано такое ограничение, как вы думаете? А с тем, что те люди, которые договорили, у самих список там поменьше, чем 400. Им кажется, это необозримый совершенно. А это по усердию, по любви. Некоторые, я вот замечал, очень люди, которые поминают, особенно усопших, очень большое получают утешение от этого. То есть самоупоминовение этих людей? Да, самоупоминовение, потому что и к Богу обращается. Вот через любовь к ближнему сердце открывается Богу. И человек чувствует такое от Бога благодатное поощрение этому подвигу. я знавал даже таких батюшек, которые приходили на проскомедию в 2 часа ночи. И 4 часа до 6, когда начинались часы, поминали и получали большое утешение. Я сам никогда так не мог, но я всегда очень это, ну как благовел перед такими подвижниками. Ну, за 4 часа можно несколько тысяч человек поминовать. Так и было. Тот же отец Иван Крестьянкин, он очень многих поминал. У него был такой помянник, а в нем еще много записочек было, которые вот люди просили помолиться. Он, так сказать, читал своим пастырским долгом молиться за тех, кто к нему за этим обращался. А другой батюшек, тоже подвижник, тоже старец, вот, я правда сам не видел, но люди, которые с ним часто служили, они говорили так, что он брал всю кипу записок, которые им передавали, и возносил ее над престолом и просил у Бога, чтобы он помянул всех здесь перечисленных. Ну, просто так. Так что все как-то по-разному. Главный результат. Вася, у нас есть еще один вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да, слушаем, здравствуйте. Здравствуйте. Это батюшка Дмитрий Семенов? Нет, это Петров. Это еще рано? Нет, самое, уже скоро будет поздно даже. Ну, так идет другой совсем. Да, а я что могу сделать? Ну, а вы кто? Я Петров. А, ну, слава Богу, на меня просто опять задайте вопрос, сейчас передам вам труп. Ну, и задавайте. А что же вы не задавайте? Да, плохенький, но все-таки священник. Извините, пожалуйста, ситуация вот какая. У меня есть, ну, как сказать, наставник, я когда заболела, получила инвалидность, и ходить сама не могу. Я позвонила в епархию и напала на него. Он еще был аэромонахом, вот она там дежурила. Нет, а ко мне вопрос-то какой? Какой? Вопрос элементарный. Вот, поэлементарней, пожалуйста. Пожалуйста. Да, слушаю. Может ли Ира, он сейчас вегумен оскорблять этих, ну, своих духовников, причем не по поводу веры, а он заставил меня купить у врача, лечащего его, БАДы за бешеные деньги, а мне их не ухать нельзя. Я, конечно, купила, чтобы с ним отношения не испортить, а потом я с ней возвратила, но я знаю этого врача дольше, чем он. Хорошо, но ко мне это какой вопрос-то? Так мне, я считаю, что это предательство. Ну, и ладно, и считайте, а я предательство. А так, нет, так мне можно у него исповедоваться прийти сейчас, он ко мне очень изменился после этого. Мы можем исповедоваться у любого священника, который не запрещен в служении. когда священника... Дело в том, что у нас в России все игумены священники. А, да, ну, я это знаю. Ну, Яр, а что ж тогда ерунду говорите? Вы говорите, он не священник, он игумен. Ну, как, каждый игумен, он священник. Священник, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я выключила звук, я думаю, я не с вами разговариваю. Ну, вот. Да, да, я знаю, он мне скажет, в первую очередь это объясняет. Ну, все, счастливо вам. Могут ли бесы воплощать страхи в жизни и как от них защититься? Защититься можно только верой в Пресвятую Троицу. Потому что человек должен бояться нарушить любовь между собой и Богом. а бесов бояться грешно. То есть как страх напал, Значит, он стал рабом уже беса. Он через страх будет руководить. Спасибо большое за ваши ответы. Пора нам прощаться. Всего вам доброго. До свидания. С праздником. Всего доброго. Пишите на наш сайт www.dimetriysmirnov.ru Будем рады на них ответить. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова